Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсуновский. Сегодня мы поговорим о том, как правильно изучать, на мой взгляд, наиболее правильно и наиболее с результатом изучать язык программирования Solid. Итак, сначала, как не нужно делать? В каких случаях это не нужно делать? Значит, если человек, новичок в программировании знает, там чуть-чуть понимает Python или JavaScript, и если человек вообще решил, вот я хочу научиться писать смарт-контракты, то вещи, когда вы открываете книгу и там видите все подряд, типы, перемены и так далее, понятно, к вас к результату не привезут 100%, единственное, что будет это каша в голове. Как же поступить? Смотрите, правильно поступить следующим образом. Нам необходимо, первое, само понимание, как пишется смарт-контракт. Это первое. Давайте рассмотрим план, а потом на основе кода составим себе, что мы будем делать, как изучать язык. Сначала ставим C. То есть, для нас должно быть следующее. Изучение языка Solidity это и есть, это и есть, это равно умению практически писать контракт. Следующий шаг, который мы должны освоить, это на выходе уметь дополнять свои знания на основе документации. Это самое главное. Значит, как же добиться такого результата? На самом деле, разработчики солидности довольно грамотные люди, очень грамотные. И они вначале поместили приложение для голосования. Они не скрывают, что для новичка это сложно. Уверяю вас, что это совсем не сложно. Ну, правильно, для программиста, да? Но вы через 20 минут все это тоже будете понимать. И когда мы поймем структуру, как состоит вот этот контракт, для нас четко обозначится, что и зачем изучать. Таким образом, мы не йоту времени не потратим зря. Потому что еще есть основная задача, это создать костяк. Язык короткий. У языка одна цель. Написание контракта. Я бы порекомендовал сделать три вещи. На сегодняшний день в большинстве приложений, которые пишутся на солидности на разных сайтах, первый тип приложений это голосование. То, что мы сейчас рассмотрим. Второе, что надо освоить, это покупки-продажи. И третье, это аукционы. Все остальное будет из перемешанных этих вариантов. Можно сделать дальше уже десятки вариантов. Итак, ставим задачу. Для того, чтобы у нас не было вот такой вот ерунды, да, добавлю. Как справочники потом, они вам будут помогать. Но они будут помогать такие вещи, когда человек уже понимает язык. Хорошо понимает. Для новичка это как лысом припарка. Почему? Закрываем. Логика контракта использования языка. Именно на основе вот этого пункта мы можем понять, что нам изучить в первую очередь. Давайте посмотрим контракт. Я вам расскажу смысл сейчас коротко. По сути дела, мы пишем приложение для голосования, в котором каждый человек может за что-то, вот допустим, голосуем за лучший проект. Есть проект, 10 проектов, голосуем за лучший. Я могу или вы можете проголосовать лично, либо отдать возможность проголосовать за вас кого-то, кому вы доверяете. В результате будут посчитаны все голоса, и тот, кто набрал больше голосов в проект, он будет назван на его имя. Теперь давайте смотреть структуру проекта. Сразу скажу, на что обращаем внимание. Почему важно смотреть документацию. Обращаем внимание на то, как используют имена разработчики, то есть что пишется с большой буквы, что по принципу Горбатова, как располагаются данные. Все это смотрим, где и как располагаются комментарии. Если, допустим, там отступ, чтобы лишнюю документацию не читать, не тратить время, просто наблюдаем за это и берем себе сразу понимание стиля. Смотрим в начале. На самом деле код состоит всего из трех шагов. Сначала я нарисую, потом рассмотрим. Итак, первое в этом коде мы видим следующее. Мы видим страт, структура. Второе, что мы видим здесь, адрес. И третье, куда складывать данные, сейчас поймете. Четвертая логика. Итак, давайте-ка нарисуем. Вот это, пусть у нас будет весь лист, это сеть эфир. Теперь мы строим приложение. У нас есть, пусть не 10, пусть у нас есть несколько проектов, за которые мы хотим голосовать. Ну вот, я нарисовал три. Итак, вот у нас есть три проекта. Чтобы было проще, представьте, что это у нас блюдо. Блюдо. Раз, два, три. Мы хотим по принципу вот этого кода создать проект. Сейчас разберетесь, не переживайте. Итак, этот проект имеет три шага. Первый шаг. Это структура. Структура. Шаг два. Это создание ссылки. Шаг три. Это логика. Все. Просто. Очень просто. Действительно. Давайте подумаем. Вот у нас есть проект. У проекта есть. Считайте, что мы проводим конкурс. Лучшее блюдо, да? Значит, давайте подумаем. Сразу будете соображать логику. Подумаем. Проект один, проект два, проект три. Стоп, перепишу. Чтобы было проще понять. Блюдо один, блюдо два, блюдо три. Зачем нужна структура? Откроем чуть позже. Нам надо с чем-то работать. Логически. Это создает логически. Давайте посмотрим на блюдо. У блюда есть название. У блюда есть автор. Автор принадлежит пусть некой организации. Ну, допустим, там ресторан такой-то. Логично. Если мы откроем сейчас код проекта, то именно это мы и видим. Только в языке солидность. Если мы перейдем к документации, вот как мы с вами будем изучать, и откроем struct types, то мы видим простую вещь. Структуры. Это определенные пользуемцы типы, которые могут группировать несколько переменных. Все вполне понятно. Абсолютно верно. И с нашей схемой. То есть, мы логически начинаем подбирать. Вот если мы голосуем за блюдо, то думаем, так, у нас кто-то стоит название блюда, которое победит, автор, который победит, и от какой-то организации. Мы могли еще добавить, допустим, ID. Еще там продукты или чего-то. Ну, так бы нам было, может быть, легче. Если мы открываем здесь, то видим то же самое. Значит, иными словами, со структурой, в принципе, логически все понятно. Теперь вот этот вот весь лист, да, цветной, белый и цветной, считаем, что это сеть эфира, да. Значит, есть вот у нас один человек, который... То есть, стоп. Стоп. Это мы описали, то есть, переменные, с которыми будем работать. Вторая структура, которая нам нужна, это структура, которая будет касаться проекта. То есть, проект у нас должен иметь что? Вторая структура. Должен иметь имя, допустим, блюдо 1, блюдо 2, блюдо 3, да. И второе, что нужно, количество голосов. То есть, по чем мы будем определять. Давайте еще раз посмотрим, потом к ссылке вернемся. Здесь это получается следующее. Следующее. То есть, struct, вот, и второе, 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 пропейсал, само предложение. Это то, что мы рисовали. То есть, по сути дела, имя и количество набранных голосов. Только здесь в структуре мы перечисляем, что переменная первая, вес. Индекс накапливается делегированием. То есть, Иванов отдал Петрову. Чем больше отдали, тем больше. Дальше. Булево значение. Если истинно, то человек уже проголосовал. Мы дальше поговорим. Адрес, кому делегировано. И индекс проголосовавшего. То есть, чтобы нам определить, как человек проголосовал. Сейчас на эту логику не обращайте внимания. По сути дела, нам надо понять сейчас одну простую вещь. То есть, первый шаг в данном случае в контракте определяется структурой. То есть, почем мы будем основные параметры, которые мы забиваем как переменные. И определение победителя. То есть, имя и количество голосов. Для нас достаточно двух. Может все меняться. Так как это сеть эфир, то следующий шаг создание ссылки. Почему? Потому что есть один человек. Есть два человека. Три человека. И так далее. То есть, за аккаунтом будет стоять какой-то человек. Правильно? И по сути дела, если человек хочет совершить какое-то действие. Проголосовать за проект. Который принадлежит тоже какому-то человеку. Правильно? То, по сути дела, он должен сделать это каким-то образом. Иными словами, должна создаться ссылка. Почему? Если мы смотрим здесь код, действительно. Создаем адрес. Есть. Я кое-что сейчас упустил. Но сейчас допишем. Открываем код. И смотрим. Нам нужно где-то сохранять данные. По сути дела, мы создаем массив, куда мы будем сохранять данные. То есть, когда будет происходить процесс голосования, голосование, будут люди кликать и отдавать голос за тот или иной проект. Это надо где-то сохранять, куда-то складывать. В данном случае, мы применяем массив. Сохранение данных. Данных. В данном случае, массив. Для кого это слово новое, кто совсем новичок. Если вы, а вы точно видели апельсины, сложенные в коробку каждой своей ячейки. Вот это и есть массив. Просто у нас будут данные добавляться, когда будет происходить процесс. Потому что надо куда-то что-то сохранять. И действительно, мы смотрим, это и есть массив. Далее, у нас идет уже логика. То есть, это уже идет создание конструктора. Сейчас поговорим позже. И сами функции, которые прописывают логику. Сейчас мы логику изучать не будем. Мы, наше дело понять смысл. И, по крайней мере, набросать план, как изучить язык таким образом, чтобы и язык изучить, и научиться писать контракты. И лишнего не изучить. На самом деле, методы довольно простые. Здесь записано несколько методов. Ну, давайте немножко остановлюсь. Все-таки пусть видео будет длиннее, но вам будет понятнее. Логика может меняться. Я расскажу только логику, которая здесь вбита. Итак, здесь уже начинает использоваться ООП. Здесь, как в языках программирования Kotlin, допустим, и других, да, статических, используется конструктор. По сути дела, мы указываем первичные данные. Это создание нового бюллетня. При этом, обратите внимание, мы уже здесь используем, вот, допустим, вес, да. То есть, мы начинаем пользоваться нашими переменными, которые мы забили в структуры, да. То есть, здесь получается сообщение и бюллетень равен одному. Дальше. Дальше у нас создаем, мы создаем цикл. Подробно сейчас не будем. Здесь указывается тип. Тип и создание имен предложений. То есть, это за что мы будем голосовать. Где указывается логика. Просто-напросто, что делает эта логика. Да, по счете район один. При каждом голосовании все будет добавляться в наш массив. Конец массива по одному. То есть, заполняется при каждом голосовании одна ячейка. То есть, то, что мы говорили, массив, где мы будем сохранять данные, да. Потом у нас идут функции. Здесь они основы, да. Первая функция, что у нас описывает. Первая функция описывает, что право голосовать, грубо говоря, дает админ. То есть, любой участник сети не может что-то в данном случае на голосование выставить. Должен быть кто-то один, который будет всем этим руководить. Здесь называется председатель, но мы назовем админ, да. Админ дает право голоса. Также здесь сразу мы подсекаем, да. То есть, мы потом выделим для изучения, когда я буду говорить, вот каким образом мы будем изучать. И это будет из этой логики. Как раз смотрим, что рекуире, то есть, здесь представляется, как нечто проверить. Пока просто запомним. Значит, в данном случае наша функция будет вводить сообщение, если кто-то попытается создать, что только председатель сможет давать право голоса. И если кто-то попытался проголосовать второй раз, то будет выдаваться сообщение, и избиратель уже проголосовал. И все это будет проверяться. Следующая функция, которая у нас здесь создается, это когда пользователь хочет передать свой голос кому-то, чтобы он за него проголосовал. То есть, делегирование. По сути дела, мы видим в параметрах, да, что указывается адрес, кому мы делегируем. Адрес публичный, потому что здесь ведь разработчики, когда вбивали, они сделали, чтобы это было прозрачно, и каждый мог проверить. Делегирование. И если, допустим, человек попытается, который уже проголосовал, делегировать, то выдаст сообщение, вы уже проголосовали. Если сам на себя, сам делегироваться запрещено. То есть, две вещи, которые будут, значит, работать. Следующая, в этой функции есть проверка. На что? Если человек, допустим, запустит робота, да, то может создаться цикл, да, и начнется бесконечное, там, некие тягания, некие голосования. Чтобы не перегружать все сеть и не допустить, то, и чтобы не было хаоса, то создается цикл. Что если один начнет гонять, там, туда-сюда раздавать, да, голоса, то это будет похоже на цикл, и это выведет сообщение, нашел делегирование, все прекращено. Опять мы видим рекуэры, запоминаем, да, то есть это то ключевое слово, при помощи которого мы сможем проверять. Потом поговорим. И следующий шаг, опять же, мы, как видим, используются у нас наши, наши же переменные. Вот это, когда человек проголосовал или нет. И пока оставим, не будем разбирать до конца, потому что это сейчас не нужно. Следующая функция, которая дает еще одну возможность, если мне кто-то дал возможность за кого-то проголосовать, то я могу его кому-то отдать, да, само собой. И здесь идет проверка, чтобы не было перегиба. То есть человек не имеет права голос, например, я уже делегировал свой голос, а потом хочу проголосовать, да, и уже проголосовал. Значит, если человек попытался отправить, проголосовать и отправить деньги, то они вернутся обратно. И последняя функция вычисляет вычисление предыдущих голосов, ну, грубо говоря, вычисление голосов. Иными словами, идет полный подсчет. И последняя функция, она выявляет на основе предыдущей. Мы видим функция на основе предыдущей, выделяет победителя. Сейчас перейдем к второй части, будем размышлять, как изучать. Но сначала подведем итог. Итак, по сути дела, в данном случае контракт состоит из четырех шагов. Первый – это структура, где мы определяем структуру для тех, кто будет голосовать. И как определяем вторую структуру, где, по каким критериям будет отслеживаться сам проект. Ими количество голосов. Далее, второй шаг – это создание ссылки. Третий шаг – определяем, это где, каким образом сохранять данные. Это в данном случае массив. В солидности есть еще несколько типов данных, поэтому могут быть другие данные. И сама логика. То есть, по сути дела, структура контракта довольно проста. Согласитесь, если так посмотреть. Теперь понимаете то, о чем я говорил. Если бы мы начали изучать солидность вот именно так по книге, раздроблено, то в принципе, что, зачем у нас бы была каша. Это не имеет главы, не имеет смысла. Второй момент. Если мы здесь начнем тоже изучать подряд, то тоже ни к чему не приведет. Но вот, если мы с вами разобрали сам контракт, и в принципе, для нас начинает приходить понимание. А что нам надо выделить? Давайте смотреть наш план. Создать стержень четкого понимания написания контракта. Итак, мы с вами как раз таки его и создали. Стержень у нас состоит в данном случае из четырех вещей. Структура, создание ссылки, куда сохранять данные и логика. Но не будем на этом останавливаться. Давайте пробежимся немножко по следующим контрактам, которые здесь предоставлены. Простой аукцион. И немножко посмотрим. Нам уже кое-что знакомо. Обратите внимание. Здесь мы видим, уже идет просто перечисление переменных. Но, тем не менее, опять же, мы видим адрес, который мы ранее видели. И здесь мы видим, опять же, пару новых вещей. Это mapping event. Но далее опять тот же конструктор. Далее те же функции. То есть, в принципе, структура еще проще. Давайте еще промотаем. Слепой аукцион. Здесь тоже опять мы видим структуру, да. Где четко указывается в данном случае байтов 32 и you in. То есть целое число депозит. Далее у нас идут отдельно уже просто переменные. И, в принципе, мы здесь новое видим для себя модификацию. По сути дела, сейчас поймете, то есть, каким образом изменить функции. Я просто для себя сейчас говорю, больше чем для вас. Дальше опять конструктор и опять функции. И промотаем дальше, допустим, безопасная удаленная покупка. Здесь мы видим, опять же, переменные. Здесь сразу идет второй конструктор определения начальных условий. Далее идут модифир. Ну, на самом деле, вот то, что вы видите, модифир, кто знаком с Python, это, по сути дела, те же декораторы. То есть, изменение поведения функции. Пока просто наблюдайте. Дальше event и далее сами функции. Итак, делаем первый вывод. Первый вывод. Первое, что мы поставим для изучения Solidity, это функции. Да, начнем именно с логики. Это логично, ребята. Почему? Потому что, если мы бы смотрели, вот эти вещи, они сразу понятны. Но нам интересует, в первую очередь, логика. Логика, да? То есть, в первую очередь, нам необходимо написать, научиться писать функции. Что же нам надо, действительно, по сути дела, изучить в функциях, если мы посмотрим примеры. Ну, сейчас я все не буду говорить. И, возможно, при уроках будет намного шире. Но, логически, вот я в том контракте уже увидел то, что мне надо. Да, я получил ответы. Вот что. Когда ты знаешь несколько языков, то легко понятно. Вот посмотрите на этот код. Что вы видите? Вы, новичок, правильно скажет. Я нифига не вижу. А я вам скажу, ребят, а я вижу, что, вот смотрите, вот это у нас функция, да? А потом мы где видим? Мы видим ее здесь. То есть, это говорится о том, что функция вины name использует функцию вот эту. Это значит, сразу получаемый ответ в языке солидность функции первого порядка. То есть, функции могут использовать другие функции. По сути дела, это то, что используется в JavaScript и в других языках. Но в JavaScript особенно. Далее я просто буду проговаривать, писать уже не буду, потому что подробно будем изучать в уроках. Но, на самом деле, если мы посмотрим несколько функций, наиболее полные, которые нас интересуют для изучения, это вот это. То есть, как нам правильно изучить функции? Во-первых, нам надо базовая структура функции. Вот здесь она, я вижу, более-менее представлена, только без возврата самого. По сути дела, ключевое слово функция. Дальше идет название функции со скобками. В данном случае нет параметра. Но тут могут быть параметры, вот, например, как здесь. Да? Значит, что нам надо разобраться? Нам надо, в первую очередь, разобраться с параметрами. Что есть параметры? В данном случае, даже здесь я вижу, указывается тип и имя. Значит, почему мы сразу не изучаем типы? Да, вот взяли изучать типы. По одной простой причине, что изучать то типы особо, особенно в солидности не надо. Здесь в большинстве своем Uint, это там идут либо целые числа, либо литералы. То есть, они и так для понимания просты. И они будут изучаться по ходу. Значит, в функциях нам надо разобраться вот с этой вещью. Далее мы видим несколько вещей. А их три на самом деле, это вот самая самодостаточная функция. То есть, мы видим, нам надо разобраться с параметрами доступа. То есть, именно с модификаторами. То есть, это публичная, приватная функция и так далее. Далее, разобраться с ними. Далее нам надо разобраться с параметрами изменяемости, неизменяемости функции. Мы, кстати, когда первое видео писали, мы об этом говорили уже. Их тоже несколько. То есть, есть условия, когда в данном случае, вот в этом примере видно, когда идет подсчет. Нельзя ничего менять. То есть, мы можем просто собрать данные из предыдущих двух методов. И здесь мы ставим view. Почему? Не менять, говорим. Ничего не должно, функция, логику свою не менять. Она тупо должна посчитать. И дать нам только то, что получила. Это подстраховка по сравнению с другими языками. И далее мы четко указываем, что вернуть. То есть, нам важно указать, что какой тип данных нам надо вернуть. Это будет строка или целое число или что-то еще. То есть, так как сам возврат, то есть, ретрон, который идет в конце функции и является необязательным, по сути дела, во всех языках. Но в большинстве языков, допустим, JavaScript, Python, сразу просто идет ретрон, возврат. То в языке солидность мы прописываем дополнительно, что мы хотим возвращать вот именно целое число. Другое ничего не может быть возвращено. То есть, идет подстраховка. И дальше идет сама логика. То есть, по сути дела, все вполне понятно. Значит, занятие общая структура функции. Далее параметры. Далее модификаторы, какие функции. Далее видимость, невидимость функции. Все. Здесь с функциями, в принципе, все понятно. Но функциях этого мало. Мы видели, что есть некоторые вещи, которые нам могут понадобиться. Иными словами, если мы наберем, то мы здесь с вами видели, какие вещи правильно. Рекуеры. То есть, как проверять функции. А в дальнейшем, в дальнейшем, в дальнейших кодах мы еще видели очень интересную вещь, которая обязательно нам надо, так как она используется часто, я вижу. Это, что я говорил, те же самые модификаторы, то есть, декораторы. То есть, одна и та же функция может изменять свое поведение. То есть, уже добавляем себе. Таким образом, мы изучим функции только немножко намного глубже. Пропишем каждый код, чтобы понять. И, ну, это было бы не все. Для нас важно выявить хотя бы один метод. А, в принципе, нам его будет достаточно. А какой метод? Нам надо четко понять использование функций первого порядка. То есть, как функции используют другие функции. В принципе, этого одного метода будет достаточно, чтобы написать все, что угодно в этом языке. Так, к функциям достаточно. Там я видел, есть шпаргалка, шпаргалка, циклы, if. Это все в одно занятие и так поймется. Плюс, больше равно, это все по шпаргалке. Тут это будем пользоваться документацией. Итак, делаем вывод. Делаем вывод. Первое, с чего начинаем, с функций. Они составляют основу программы, расписывают логики. И, в принципе, я вам набросал, каким образом мы изучим функции, чтобы понимать, как пишутся. Это нам даст возможность читать код сходу. Не забываем еще про одну вещь. О какую вещь я говорил. Ведь у нас стоит еще одна задача, которую мы решаем в процессе, и которую многие обходят. Открывая, типа, там, таких учебников, нам надо обязательно получить какой результат, чтобы мы, изучив язык, научившись писать контракт, далее за счет документации писали. То есть, смотрю, пишу, логику уже понимаю, только подсматриваю и пишу. Но за счет документации, чтобы нам никуда не бегать, ни у кого ничего не спрашивать. То есть, вы уже верите, да, я вижу, что, даже не сомневаюсь, что практически написать контракт, когда мы разобрали сам контракт, мы уже понимаем, что сможем, изучая солидность, писать его. Это вы уже убедились даже с моего рассказа, да, потому что все логично. Второй момент, как я говорил, мы создаем вот здесь, что и как изучать. Первый шаг мы изучили, функции, которые будем изучать. Отвечаю на вопрос, зачем. Так как мы ранее рассматривали контракт, то мы видим, что в функциях прописывается логика. Логика, которая, как мы видели, что используют, абсолютно верно. Логика у нас используют в данном случае те переменные, которые мы вбили в структуры. Следующий момент. Разобраться, второй момент. Такую вещь я бы сейчас записал вот так. Второй бы пункт я написал, что делают пользовательские данные. В том числе меняющиеся. Что я этим имею в виду? Так вот, вторым бы пунктом я поставил изучение, это переменные и пользовательские данные. В данном случае, в тракт, да, структура. Вот я хотел. Не так я хотел написать. Я хотел написать по-другому, сейчас увидел. Поэтому я бы написал пользовательские данные. Переменные состояния. В принципе, они нас будут интересовать. Но здесь еще бы я вставил переменные, да. Переменные. Пользовательские данные. Почему я имел в виду? Мы должны держать в голове то, что меняет. Почему? Вот смотрите, мы будем изучать функции. Что-то упустим. И поехали. Модификаторы, события, типы, структуры. То есть, как мы видим, все, что меняется. Вот, что я имел в виду. Поняли меня теперь, да. То есть, вот это вторым пунктом. Далее, давайте посмотрим на наш код. Ведь мы создаем себе в первую очередь, независимо от того, что мы имеем сейчас, смотрим на контракт. Но он все-таки реализует логику, на основе которой может построено быть тысяча ситуаций. Следующий момент. Вот здесь бы я дописал. Вот здесь бы я дописал. В функциях. После изменения функции здесь ООП. По сути дела, нам надо разобрать сам конструктор. Конструктор. Далее смотрим. Далее смотрим. Адреса. Вот здесь в функциях обязательно в логике мы пишем. Изменение. Проверка. Сразу себе подсказку пишем, чтобы потом не забыть. Адреса. То есть, исходя из любой контракт, находящийся в сети эфир, будет иметь определенный адрес. Иначе блок от блока, от одного аккаунта к другому, у каждого аккаунта должен быть адрес. Значит, нам надо разобраться с адресами. В данном случае в контракте мы видим, что мы работали с адресами. Но тут будут нюансы. И последнее, что нам надо, это типы данных. Типы данных. Где это мой план? Типы данных. Вопрос в том, что просто на самом деле, когда мы будем работать с функцией, мы и так будем заглядывать типы данных. Поэтому я их ставлю на конец. Нет смысла изучать типы данных без какой-то логики. А то мы будем... Ну, вот это у нас число. Ну, хорошо. Ну, все, пошли домой. Все, поработали. Нет, ребята. Поэтому типы данных, это число, строка. Мы и так будем на них смотреть, обращаться. То есть, ну, их надо к чему-то привязывать. Тогда они становятся на место все по ходу. И сюда, сюда же. Это для новичков. Хотя бы я отнес и сюда бы и массивы и так далее. Давайте для новичков напишем так. Даже сделаем немножко по-другому. Пользоваться данными структами переменной состояния, по сути дела, это правильно было бы назвать типы структур. То есть, то, где мы будем работать с некоими своими данными. Типы структур. Далее у нас пойдут типы. Сюда будет, себе возьмем. Так, я убрал. Вот так. Так, дальше. Вот так разделим. Вот так. Вот так. Они у нас могут даже мешаться. Да, в зависимости мы можем составлять и начинать писать адрес. Но при этом в любом случае начинаем все с функции. Потому что логика это основа. Итак, в результате того, что мы соединяем логику контракта, логику контракта с изучением. Да, действительно, у нас получается изучение как бы выборочное. Но мы выбираем те вещи, которые являются основными. То есть, поясню, что, как это понимать, да. На основные вещи, все остальные документации ложится просто прочтением. То есть, ты уже понимаешь зачем. Ну, например, как это рассказать. Если мы берем функцию, да, например, и знаем полностью, вот как она работает, что есть что. Что функция имеет название, что функция имеет модификатор доступа. То есть, она приватная, публичная или какая. Что функция является изменяемой, неизменяемой. То есть, саму функцию. Дальше, нас интересуют две вещи. В принципе, кроме логики, это, как я сказал, модифир. То есть, декораторы функций. И что вещь? Проверка функций. Все остальное уже мы догоним. Да, то есть, когда мы понимаем четко сам, из чего состоит сама функция. И возможности языка, допустим, что функция может использовать другие функции. То дальше идут переменные состояния. И вся другая хрень, она просто читается, видится. Ах, вот как это делается. Все просто. В зависимости от ситуации расширяем. То есть, нам не надо для этого что-то излишнее понимать. Мы базу понимаем. С логикой разобрались, да? И сразу решаем вопрос. Следующий момент. Следующий момент. Когда мы с вами сообразили, что вот мы с вами даже пометили, да? Типы структур, да? Типы структур. По сути дела, мы с вами писали один тип структур. Но в других контрактах видели, что указываются просто переменные. И сразу же здесь мы себе отмечаем, что есть определенные еще переменные состояния. Пусть это сейчас полностью не относится к функциям, но в любом случае это игра. Ведь переменные состояния, которые мы будем изучать, это в любом случае игра с этими переменными. Да? То есть, что-то где-то будет меняться. Далее, когда мы берем самые типы, ну, они как и все, как в других языках, то есть, здесь мы, это то, о чем мы говорили, где мы сохраняли данные. Ведь надо где-то сохранять. В данном случае нас будет интересовать, я думаю, массив вы будете очень часто использовать. Ну, а там число, число там юин 32 и так далее, сколько там бит будет или там сколько знаков будет после запятки, то есть, сколько знаков. Это все уже мелочи. В любом случае это будет все целые числа, да? Либо там истинно ложь. Если брать массив, то тут нам надо всего лишь разобраться, как к нему получить доступ, да? Элементы там будут добываться конец, начало и так далее. В принципе, здесь это просто практика, надо разобраться. И с адресами. Когда таким образом мы берем, по сути дела, это я сейчас на вскидку рассказывал, да, в обучении все будет, я думаю, что намного больше всего, но когда мы взяли корень, по сути дела эти вещи нам дают уже понимание контракта, то вся остальная документация уже будет дополнение, читаться как продолжение вот этой вот базы, да? То есть, и мы сможем достичь второй цели, используя документацию, просто расширять возможности. Самое главное, ребята, это то, что мы должны сделать вот что, то, что мы уже с вами сейчас делаем, да? Это понимание структуры написания контракта. Исходя из этого, мы с вами поставили задачу, зачем нам функция, зачем нам структуры данных, зачем нам типы данных. То есть, для нас стало понятно, зачем мы будем изучать и что они делают в этом контракте. То есть, по сути дела, нам надо просто расширить эти знания технические. И, понятно, при изучении вылезет очень большое количество мелочей, которые для нас будут очень полезны. В результате работать мы будем, как я говорил по моей системе, именно с документацией. И, по сути дела, изучение языка, солидность и написание контракта для нас будет одно и то же. Далее, после этого шага, мы ведь должны понимать, что мы дальше будем делать. Вот у нас следующие шаги. Следующий шаг, который нам надо будет разобраться, когда мы уже напишем наш первый контракт, и будем изучать вот то, что мы с вами написали, это тестирование контракта. Разные способы есть, разные библиотеки для этого созданы. Можно на Python делать, можно на JavaScript и так далее. Далее нам надо иметь какое-то приложение, допустим, на Django написанное, либо на Android, либо там на Java. И мы это приложение, которое будет иметь там в виде сайта, в виде Android приложения, и связано с самим смарт-контрактом через Web3 библиотеку. И таким образом оно будет работать. В принципе, я не вижу ничего здесь невыполнимого. Как вы видите, все просто. Значит, ребята, обратите внимание, я рекомендую, ну, в первую очередь, конечно же, участникам школы, вот как я рассказал, согласитесь, неплохо было бы знать еще этот язык. А второй момент. А, я же не сказал сайт, которым я говорю. Сейчас я веду блокчейн на сайте da.spb-tut.ru. Обратите внимание, уроки добавляются постоянно. Не так давно, ну, если сейчас 2022 год я начал. То есть, покупается логин и пароль. Уроки добавляются постоянно. Есть сайт da.spb-tut.ru, школа Python-Jango. Обязательно надо изучать какой-то язык. Я сказал, что солидность это язык, который реализуют смарт-контракты. Вам надо будет какие-то базовые вещи. Это будут либо сайты, либо там какие-то приложения, либо сервисы. Если вы совсем новичок, то, конечно, надо начать с Python. Изучите Django. Мы работаем здесь немножко по-другому. Вообще работаем с функцией. Вот именно в Python надо работать, начинать с функцией. И здесь очень серьезный курс по Django. Где мы пишем социальную сеть. И понятно, что если мы пишем социальную сеть, то это сложный сайт. Потом не обязательно вам в соцсеть писать. Просто в любом сайте сейчас нужно что? Правильно, чтобы какая-то была между пользователями. Вам понадобится, может, правильно сказать, социализация какая-то. Где-то больше, где-то меньше. Поэтому я взял сложный сайт, чтобы более простые вещи писались вам и так просто. Ну и в результате мы должны прийти, понятно, что где централизованному приложению, когда мы соединим наш смарт-контракт с чем-то. То есть все вполне понятно. Все, ребят, все получится. Так что... Так что... Так что... Так что... Так что...